Артемий, добрый вечер. Во-первых, поздравляю с победой. Важные два очка и заброшенная шайба. Была значительно продолжительная голевая засуха. С чем ты сам можешь ее... Да я не думаю об этом вообще-то. Не заморачивался? Даже не знаю, сколько игр мне забивал. Для меня голы не самое важное. Я играю на команду, отдаю передачи. Если я уже оказался последним игроком, который завершает атаку, которую создает звено, тогда могут быть вопросы ко мне. Но я в основном в начале этой атаки всегда, поэтому все нормально. В отношении самой команды. Команда сейчас находится в ситуации, когда каждая игра как последняя, каждая игра фактически уже плей-офф. Как команда заморачивается на эту тему, думает об этом, мешает, рейнброд помогает, в спортивной взводстве добавляет? На койлыках, наверное. Так как, смотря как настроимся, все равно все люди иногда мешают, иногда там какой-нибудь заряженный на игру. Так что иногда наоборот слишком заряженный на игру. Так что так, вояка бывает. Несколько игр назад Сергей пропустил одну игру, и тренер покомментировал так, что он микротравмирован и не очень сказал точно, что произошло. И перевести это можно было как порезался, как что-то еще порезался. Вы много времени проводите вместе. Что вы, открывали банку с огурцами? Что суть? Не можешь приоткрыть тайну? Да нет, у него и спрашиваете, он там сочиняется свое. Поэтому пускай дальше сочиняется. На каждой тренировке, в каждой игре, да и просто в жизни мы сталкиваемся с большим количеством трудностей, но преодолеваем их и идем вперед. Занимайтесь спортом. Любите спорт и становитесь частью команды Паримач, лучшего букмекера по версии рейтинга букмекеров в 2019 году. По моей ссылке в описании, каждый получит по 1000 рублей на свой депозит. Гоу! Читал ли ты, что Никита Задоров тоже поддержал? Вы знакомы? Да, мы знакомы. Не так плотно. И я очень рад, что так происходит. Никита тоже активный в этом плане. Ты сейчас являешься символом молодежного поколения в России. Ты как-то это сам ощущаешь или на эту тему не думаешь? Да нет, особо. Тут сложно ощущать это, наверное, потому что ты за границей находишься. Редко как-то... Даже интервью я даю там уже, сколько раз в две, в три недели. Поэтому такой связи нету. Прямые эфиры стараюсь побольше вести, чтобы на связи быть с ребятами. Но у нас через день игры, устаешь. Поэтому там все равно. Я в основном начинаю злиться на прямых эфирах, вести всякую чушь, потом переживаю. Поэтому это нехорошо для эмоций. Сейчас только что Washington Capitals были на приеме у Трампа. Еще раз. На приеме у Трампа был Washington Capitals. Есть ли желание попасть на прием к президенту Соединенных Штатов? Ну, в первую очередь, надо выиграть Кубок Стэнли, конечно. Понятно, что такое желание есть. А есть ли желание потом оказаться в Белом доме? Ну, как-то я особо... Было бы что сказать? Да ни о чем мне стал говорить. Вот. Я в основном об этом не думал. Сейчас, наверное, почту мне не хочется. Главное выиграть. До этого еще далеко. А там уже будет видно. Это твоей карьеры немножко. Олег, а в рейс-нарок помогает такими советами? Или старается не мешать и не давать советов, чтобы не сбивать с пути, которые ты сам для себя выбираешь? Ну, да. Вот второй вариант, наверное, старается. И вот там Алиса, Илон и жена его успокаивают. Ну, все. У меня Алиса рассказывает, все прорывается помочь мне. Ну, я так не особо люблю, когда так не... Ну, я слушать умею, конечно, но сейчас тоже на хорошем уровне. Так, по большинству он там подсказывал, помогал. Ну, о чем? Возвращаясь еще на один момент к твоему посту. Читал ли ты, что Евгений Кафельников на него отреагировал и написал, что Артемий Панарин взорвал ватную мозг? Да ладно. В своем официальном твитте написал Евгений Кафельников. Красавец. Спасибо ему. А что он имел в виду, что взорвал ватную мозг? Надо будет у него спросить и написать. Видел ли ты, что знаменитый канадский эксперт, уже пожилой Дон Черри, он высказался о том, что... В общем, не очень лицеприятно высказался в отношении Кузнецова в плане празднования голов. Как ты к этому относишься? Он часто такие высказывания допускает? И, может, старомодное мнение, может быть, о том, что происходит в хоккее сейчас? Не, ну а что с пиджаками у него вообще-то? Как бы надо с этого начинать, потом уже. Слухо говорить с хоккейом. Если вопрос по этой же теме, все-таки в российской хоккейной журналистике не позволяют себе таких резких высказываний об игроках. Но при этом считается, что американская журналистика, она более развита. Но у них достаточно часто возникают такие моменты, когда вот, по большому счету, он оскорбил. А мне кого-то написали? Кузнецова. А! Да, все тот же вопрос в Дон Черри. Ну, здесь в основном бизнес. Поэтому я думаю, что он даже сказал, там, забыл. А наш народ все-таки, я-то сам такой же. На меня это не работает. Бизнес, не бизнес. Я как бы близко к сердцу воспринимаю сразу. Но здесь такой менталитет у людей, я так понимаю, что, ну, слушайте, есть результаты, интересно смотреть. Поэтому я высказывался, вот, интервьющик как раз должен мой выйти. Как раз по этой теме мне вопрос задавали. То, что в России тренеры очень слухо так общаются с журналистами. Но я думаю, должны тренеры, игроки и все больше уважать их. И более раскрытые, открытые ответы давать. Но у нас как-то влияния нету со стороны журналистики на тренеров и на игроков. Поэтому сложно. Но, блин, получается их же деньги. Не хочу считать. Но это же развивает спорт. И людям интереснее смотреть. Без битвы взглядов, конечно, между тренерами на пресс-конференции. Но все же... И пару слов о России. Хотя Андрей Назаров там... Да. Достаточно резко высказываетесь. Достаточно резко. У него все получается. Совершенно верно. И пару слов о российской хоккейной лиге. Скоро начинается финальная стадия Копка Гагарина. Болеешь за СКА. Как относишься к тому, что в регулярке ССКА выигрывал все четыре матча? Это имеет какое-то значение? Или это совсем другая история? Сейчас плей-офф. Ну, тут как бы и другая, и не другая. В принципе, я говорю, как ребята отреагируют. Могут наоборот разозлиться. От ССКА расслабиться. Посчитать, что они четыре игры выиграли. Какой-то, может, совет СКА? Как игра? Там все профессионалы. Поэтому там есть Паша, который всегда совет такой. Более правильный. Вот, Патек Филип, пожалуйста. Снимите Патек Филип. Что он тут врет опять? Опять публику, да? Заводит все. Подписчиков копишь. Спасибо большое. Еще раз под победной шайбой и с двумя очками. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok